В студии у нас лидер движения СтопХан Дмитрий Чугунов. Добрый день. Дмитрий, так вот, здравствуйте. Я на самом деле очень рада видеть тебя в студии. Сразу скажу, что мы договорились с Димой за эфиром на «ты» так общаться. Гораздо проще. И вообще, знаете, с умными лицами сидеть и говорить, Дмитрий, а вы не скажете ли вы нам? И так далее. Дим, опоздал ты к нам? Я, в принципе, стараюсь эти темы не поднимать с нашими гостями, но тем не менее, вчера ты не приехал. Это неважно уже, почему. Сейчас ситуация такая, что выехал немножко пораньше к нам, да? Даже множко пораньше. Множко пораньше выехал. И я прям сегодня в титре писал, зарекся прям все, ездить на машине по городу. Если бы не жена, с ребенком не поехал бы, да? Это уже ей надо было поехать в фитнес-центр, и я не смог ей отказать. Так бы я, в противном случае, сел бы на метро, как обычно это делал, и приехал бы спокойно заранее, за полчаса. Но мне, действительно, я ехал два часа. Прямо, правда, на Варшавке постоял, пока к кошельке подъезжал, постоял в общем и целом. Самый главный вопрос, на который я знаю ответ, потому что мы с тобой прекрасно побеседовали еще за эфиром. А где ты оставил машину? Я оставил машину. Где ставят машину Дмитрию Чубунову? Я оставил машину. У меня есть специально отгороженная стоянка в офисе, такая шлагбаума отгораживается, там специальные парковочные места, и она точно стоит припаркованная по правилам, и никому не мешает. Ну, я правильно понимаю, ты говоришь, я стараюсь не ездить в центр. Просто, честно говоря, такая всенародная любовь к тебе, как и всенародная ненависть, она не знает границ, потому что к тебе так неоднозначно очень многие люди относятся. Я тебе могу честно сказать, что перед эфиром пара человек, мужчин-автомобилистов, в достаточно таком нормальном возрасте, от 30, как мне кажется, очень сознательный возраст, сказали мне, Наташа, не давайте Чубунову парковку, ну ты же должен был на машине приехать, не давайте Чубунову парковку, пускай он на Мясницкой поездит 30 минут и поставит машину. Вот если теоретически так пофантазирует, нет у нас парковочных мест, ты вот на Мясницку. Я приезжаю когда в центр города, я пока не найду места, я кружусь. Вот такие ситуации бывают, они редкие, но бывают. Ну вот ты опаздываешь на эфире, я не понимаю, что ты делаешь. Ну что, во-первых, я стараюсь эти ситуации прогнозировать, как нормально взрывнулся человек. Я понимаю, что если нужно приехать, я прогнозирую, что, скорее всего, в центре не будет парковки, либо я оставляю за полквартала, за квартал, если я видел место нормально, мне не впадло пройтись 5 минут пешком, простите за сленг, да, но мне действительно абсолютно не обломает, вот немножко свои ноги размять. Это полезно для организма, для сердца и для кровооборудования, для всего, для давления. Доктор Дмитрий Чугунов, сейчас поговорю о тебе. Доктор Дмитрий советует вам парковаться и ходить пешком, паркуйтесь пораньше. На самом деле, именно поэтому в центре не езжу на машине. Вот в силу того, что я понимаю, центр, место, куда все приезжают, 2 миллиона рабочих мест и всего 200 тысяч парковочных. Ну, условно, да, вот мы сейчас берем, мне будут говорить за цифры 100%. Но нужно понимать, что на 10 человек одно парковочное место, ну, приблизительно так. Ну, и смысл мне сюда ехать. Во-первых, я не гонюсь за комфортом ради комфорта и не ставлю свой комфорт выше комфорта окружающих. То есть я вчера пытался проехать по Таганке в выходной день. Я, не, вчера был понедельник, вырву, но просто я ехал, вчера понедельник же был. Вчера был понедельник, Дима, не пугай меня. В понедельник, да, был вчера, я просто пытался ехать днем по узким улочкам, я понимал, что машины стоят так, что могу ехать только по встречке. Я еле-еле разъезжался с машинами, я не знал, что мне делать, правда, ну, это нонсенс какой-то абсолютно. Люди ради своего комфорта приезжают в центр города, абсолютно точно понимая, что машину поставить негде. Но при этом даже мысли не возникает, что можно спуститься в метро, и здесь, допустим, к вам на Мясницку от Красных Род я прошел за 5 минут, даже меньше, за 4. От Красных Род и сети вообще прям ерунда. Но при этом почему-то нужно привезти свою попу именно на машине, именно в центр города. Это что, так принципиально? Что так вот именно так должно произойти? Почему мы говорим о том, что правительство Москвы или кто-то еще должен вам предоставить место для ваших двух тонн железа в центре города? Почему? Потому что вы смогли себе позволить купить две тонны железа ради своего комфорта. А почему нет? А кто тогда должен этим заниматься? Почему? Ну, ты же решаешь проблемы, да? Давайте обратимся к опыту городов, ну, других стран. Давай обратимся. Давайте обратимся к Европе, Америке, я уже там сотни раз говорил. Они прошли через все это там в 30-е годы, прошлый век, в 60-е, в зависимости от страны. Они изначально тоже говорят, вот у нас автоуглисты, это широкий класс, давайте их поддерживать. Строим широкие дороги, многоэтажные парковки многоярусные, и все, и хоть трава не расти. Построили. Детройт встал сразу, вот прям сразу встал. Потому что, как только ты строишь широкую дорогу и многоярусные парковки, это стимулирует приезжать людей из ближнего, скажем так, под Москвой или под Детройта. Это стимулирует людей приезжать на машине. Но город-то не резиновый, бесконечные улицы решать невозможно, и бесконечные парки не тоже. И когда люди начинают все вместе выезжать из города вечером, в вечерние часы или с утра, а эти часы пиковые, они есть, все, город встает. Во-первых, город задыхается, город становится неудобный для пешеходов, для велосипедистов, для детей, для мам, для кого угодно. Только для автомобилистов. Так, Дим, подожди, остановись, остановись. Вот понесло, я вижу тебя понесло. Просто я пытаюсь что понять. То есть ты решил, что не нужно правительству нашему с этим бороться, нужно тебе бороться. Вот так что ли? Как? Так нужно, но при этом я точно понимаю, что там люди сядут в правительстве, которые зачастую вот этих проблем с пробками, с отсутствием паркингов хоть каких-либо, они их не видят. Объясню почему. Если проблемы нет в медиапространстве, если они не говорят, если это действительно проблема для большинства, и это нет в СМИ, в новостных лентах, проблем для чиновника нет. Вот пока у нас, к сожалению, такой менталитет. Вот петух Джайан не клюнул в голову, нет, гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока Путин лично по голове не постучит, почему-то многие не шевелятся абсолютно. И так же здесь случилось. Вот пока люди не столкнулись с коллапсом, вот ты едешь и стоишь два часа, пока кто-то пьет кофе в Старбаксе. Девушка выходит, он садится в Панамеру свою или в Каен и уезжает. А ты два часа стоял и смотрел на попу ее автомобиля, потому что там двойная сплошная. Это из ситуации жизни, ты ничего не можешь сделать с этим. И это начинает бесить абсолютно. Своим видео в Ютьюбе вы пытаетесь привлечь внимание властей. Мы привлекаем внимание властей, это раз. А во-вторых, мы пытаемся донести до большинства граждан простую мысль. Начни с себя. Начни думать немножко об окружающих. Не зацикливайся на себе в том плане, что вот я есть, а остальные пофигу. Как только ты начинаешь, когда паркуешься, думать об окружающих, смогут люди проехать или не смогут. Я поставил вторым рядом, ну подумаешь, вторым рядом, есть же еще одна целая полоса. Но за тобой же поставят еще шесть человек. А люди же начинают перестраиваться, из-за этого стоят две соседние улицы. Как только люди начинают включать логику, как только начинает включаться хоть какое-то чувство ответственности, социальное чувство вины, все сразу становится на свои места. Как только включается пофигизм, я поставил, и пусть весь мир подождет, все, сразу все начинают от этого страдать. Но это очень простые темы. Образ Робин Гуда, вот честно. Друзья, я предлагаю сейчас посмотреть видео, для того, чтобы вам было понятно, а для тех, кто, может быть, не знает, чем занимается Дима, и каким образом, в общем-то, он пытается донести и до властей, в том числе, что происходит в нашем городе. Видео у нас... Нет, если вы уедете, мы сейчас наклейку приклеим. Если вы уедете, мы вам наклейку приклеим. Давай пассажирску. Папашки, получишь, понял? Папашки, получишь, как ты у нас говоришь. Хорошо, хорошо. Папашки, получишь, как ты у нас говоришь. Папашки, получишь, как ты у нас говоришь. Да, обратите внимание, что мы здесь по воротам буквально 40 метров, знак парковки и 4 парковочных места в кармане, свободно. Ты че клеешь, б***ь? Я приклею. Я приклею. Ты че клеешь, я не пойму. Машину, кстати, агитаторы хреновые, б***ь. Иди оттирай, б***ь. Иди оттирай, я тебе говорю, понятно? Поматерите, не ругайтесь. Не ругайтесь. Камеру уберите, я сказал, б***ь. Я лошадь переебу сейчас, б***ь. Берите камеру. Камеру убери, б***ь, я б***ь не трогаю. Что ты снимаешь? А? Что ты снимаешь? Что ты снимаешь, б***ь? Да. Друзья, ну вот только что вы могли наблюдать, в общем-то, как Дмитрий работает, Дмитрий и его команда, каким образом работает. Дим, у меня вопрос очень простой. Вот, в принципе, из того, что мы сейчас показали, из того, что ты сейчас сказал, у меня есть ясное понимание того, какая цель у вашего проекта. Но мне бы хотелось, чтобы ты ее сформулировал. Вот в нескольких словах просто. Знаете, мы когда писали, создавали группу ВКонтакте, мы так и написали, что СтопХам – это проект тех, кто не хочет проехать мимо, тех, кто не безразличен к окружающим. Это проект по борьбе с хамством на дорогах. В целом, да, вот мы просто взяли вот эту вот маленькую узкую часть хамства, решили взяться именно за нее. Ну, потому что вот она наболела. А тем более, что у нас в Москве очень много на автомобилях, это большая, наверное, часть Москвы. Так иначе в каждой семье есть, наверное, какой-то автомобиль, может быть, у кого-то несколько. И было осознанно, что если сейчас за эту тему не взяться, Москва встанет окончательно бесповоротно. Уровень хамства запредельный. Ну, и это проект именно о том, что вот есть некие люди, которые считают, что им в жизни повезло больше, чем всем остальным. Это вот, можно считать, что это проект по унижению хамов. Вот, найти хам. Вот, и на этом остановимся. То есть это проект, который борется с хамством. Вот так вот просто. А я почему-то спрашиваю. Я просто изучала твой сайт, ваш сайт, да, СтопХам. И мне некоторые, ну, вообще, скажем о том, что некоторые виды меня, в принципе, изумляют. То есть вот общение, ну, мы сейчас до этого дойдем. И с вашей стороны мне не совсем понятно, и то, как реагируют люди, не всегда понятно. Меня зацепила вот какая фраза. Что было написано? По просьбам пользователей сайта мы готовы карать и сотрудников мэрии Москвы. Откуда вот вы берете эти слова? Карать? Ну, то есть вот кто, кто? Для чего? Вот именно такую формулировку нужно карать. То есть, понимаешь, вот прям так, а не как по-другому. Зачем вы используете такие формулировки? Ну, давайте так. Парень, который сидит, пишет, он просто такой. Так, все, я поняла. Сейчас, секунду. Есть, то есть люди, я же не могу заниматься сеансом, это точно. Есть некая команда людей, которая мне помогает в наполнении этого проекта. Это абсолютно логично. Нужно понять, что у меня не 85 рук и не бесконечное количество часов в сутках. Я бы без команды, без своей не справился. Человек, который занимается непосредственно сайтом и его наполнением, вот он истинно, да, там искренне верит, что вот люди, которые так поступают, вот поставил машину, вот наплевав на всех, враг. Ну, правда, враг. Люди, которые чиновники, которые не исполняют свои обязанности и наплевают, с кем относятся, враги. Вот он с ними готов бороться, он их будет карать. Ну, вот для него это нормальное какое-то слово. Ты понимаешь, что вот я захочу пойти в стоп-хам, допустим, да, мне там не 28, пускай мне 17 лет. Я увидела Дмитрия Чугунова, зашла на его сайт, захочу бороться и тоже иду карать. Зачем вот с такой психологией? Вы же даете такую подачу людям. Я вот до чего пытаюсь достучаться. На самом деле, вот не думаю, что такую подачу можно вынести только с сайта, с одной формулировки, потому что видео диссонируется этим. В любом случае, мы же никого, вот карать, что каждый в какой-то, наверное, свой смысл вносит вот в это слово. То есть мы же всегда говорим о том, что чем бы мы ни занимались, мы остаемся в рамках закона. И кара в данном случае может восприниматься как что? Подание видео на YouTube, то есть лично у меня, мне кажется, сейчас больше кары вообще быть не может. Как стать популярным, вот в негативном смысле слова получить по шапке и полишиться своей должности, которая его кормит. Для него это очень большая кара. Действительно. То есть может быть и заслуженное, и не заслуженное, но нужно понимать, что провинился, попал, получил по заслугам. То есть давайте вот исходить из такой формулировки, что вот это имелось в виду. Просто может быть вы что-то свое видели для вас слово кара? Нет, для меня просто немножко слишком много агрессии в ваших видео, как мне кажется. Причем мы к ней не стремимся, Наташа, вот честно говорю. Мы не стремимся к агрессии. Я когда провожу инструктажи и с ребятами общаюсь, я всегда говорю, друзья, у нас нет задачи наклеить наклейку. Каждая наклейка это там 30, 50 или 100 рублей из моего кошелька, из кошелька тех людей, которые эти деньги нам помогают, выделяют на эти наклейки. И нет задачи человека убить. Нет задачи человека получить по лицу, если он там даже хамит. Задача показать, что он хам, снять это на видео и вот по максимуму перепарковать его машину до конца. Задача показать, что он хам. Если он хам. Если он хам. Если он до кого не является, такой задачи нет. Но если человек откровенно хамит, оскорбляет девушек или ребят. Есть куча видео тоже в интернете, которые, знаешь, это формулировки, как там, допустим, стоп-хам ведет себя некрасиво. Там абсолютно разные. Я просто смотрела одно видео, да, где сначала вы клеите наклейку, значит, получаете, с левой стороны и потом наклейку с правой стороны. То есть вы полностью залепили окно, причем ты участвовал в этой акции, я не знаю, какой-то город. Объясни мне, пожалуйста, вот мне, как автомобилисту, как вообще реагировать, когда мне... Ладно, с одной стороны, мне со второй. Естественно, мужчина выходит. Мужчина выходит. И начинает. И мы с вами говорим об одном и том же видео. Первое. Машина, стоящая в данном видео на Петровке, реально мешала. Опять-таки она стояла практически на пешеходном переходе. Во-вторых, она стояла вторым или третьим рядом, я уж точно не скажу. Но явно не стояла не во правилах. И на вежливую просьбу девушки водитель послал ее в пешесексуальное путешествие. Уже был неправ. Потом, когда мы попросили еще раз, он не отреагировал, мы наклеили наклейку. Дальше человек начал плеваться в девушку. Это адекватно? Это неадекватно. Подожди, ну кто в этой позиции начал? В этой позиции он не собирался никуда уезжать. Задача, то есть, если человек вообще не реагирует, вот ему абсолютно по барабану на всех окружающих. Вот он видел нас всех в гробу в белых тапках, ну по-хорошему. Вот он хозяин мира, или просто его наплевательски относится. Я не знаю, вот чем человек руководствовался в тот момент, что он плевался в девочек, пытался задавить их, когда они были на пешеходном переходе. И то, что ребята наклеили ему вторую наклейку, это минимум из того, что нужно было с ним сделать. Но нет механизмов рычагов, чтобы повлиять на человека. Человек неадекватен в своих поступках. Он не готов сказать, да, ребят, дайте, я не прав, я перепаркую машину. Это же так просто. По факту признать свою неправоту. Дим, а не просто взять, я не знаю, я просто могу здесь, понимаешь, где-то, может быть, у меня провалы здесь в моих знаниях, но мне кажется, что неужели вы не можете это заснять, записать номер, как-то с ГАИ пообщаться? Вы думаете, мы не пробовали? Так, вы пробовали. Сколько раз вы пробовали, когда это было? Мы в течение двух лет пробовали все. Вызывать ГАИ пробовали. Я был недавно в встрече с Клокольцевым, он тоже предлагает, если у вас случается ситуация, звоните в 112. Я говорю, вы знаете, я не хочу вас расстраивать, но не работает 112. Вот ты звонишь 112 и 20 минут ждешь, пока тебе ответят. Вот как в этой серии. А запиши, запиши в этом ролик, ты звонишь 112, и никто не отвечает. Ваш звонок очень важен для нас. Дальше тебе, если отвечает, ты говоришь, знаете, здесь ситуация, там, парковка нелегальная, он говорит, а где? Адрес называешь. И тебе говорят, окей, хорошо. Что хорошо? Что хорошо? Все, вдруг ты не ли вызов, даже телефон записали. Час стоишь, нету, звонишь повторно, еще час стоишь, нету. Два часа простоял, но больше мне свое время тратить не хочется, за два часа машина не приехала. Видимо, какие другие, более важные дела есть. Или ситуация у другого, у кафе у кого-нибудь, у белого солнце пустыни. Да что ж, во всех интервью, ты понимаешь, одни и те же кафе. Подожди, одни и те же кафе. Я-то говорю, за свой опыт, который мы в СтопХаме наработали, давайте понимаешь, что вызывай, что они сначала приехали, посмотрели и уехали, потом просто перестали приезжать, а в приватной беседе сказали, ребят, ну мы не можем. Нам генерал сказал, если мы еще раз в СтопХаме приедем, мы все должности лишимся. То есть, понимаешь, они не могут, они в должности лишатся, а ты два года работаешь, и тебе ничего за это не было. Вот ты во всех интервью говоришь, мне никто никогда не угрожал, все знают, где мы проводим акции, все вообще нормально. И телефон возникает. У меня сразу вопрос тогда возникает, понимаешь, кто твои родители, да, и так далее, и тому подобное. Вот к вопросу, у меня здесь очень забавная история была, в интернете была такая мулька, что я чуть ли не днебрачный сын то ли Шувалова, то ли Сечина, не знаю кого, но вот какой-то, да, вот олень северный надо было добавить, вот ты какой. На самом деле все очень просто. Папа, к сожалению, мой умер еще лет, наверное, 7 назад, и он последние несколько лет своей жизни работал сторожем. Он недавно не жил с нашей семьей, поэтому я не могу сказать точно сторожем, грузчиком. Мама моя работает уборщицей на автобазе, поэтому заподозрить меня в связях каких-то с власть имущими и сильными мира сего можно с трудом. Как-то, ну, вряд ли можно сказать, что это был стартап или какая-то крыша, возможно. Нужно понимать, что неоткуда ей взяться. Нет у меня родственников серьезных. Так, а ювелирный бизнес, что-то такое ты говорил, с чем ты занимаешься. Не надо же мне чем-то как-то себя кормить, чем-то жить. В какой-то момент, то есть я после армии, когда пришел, занимался, откладывал денежку, потом обратился друг и сказал, что вот у меня есть ювелирный бизнес, но я хочу выкупить у своих партнеров долю. Сказал, что ты будешь, чем я. И так получилось, что я вложил денег в ювелирный бизнес, и сейчас мы с ним там в долях. И деньги с этого ювелирного бизнеса, как ты тоже говорил, в общем-то, в одном из своих интервью, о том, что какую-то часть своих личных денег ты тратишь на стоп-хам. Зачем спрашиваете? Я не понимаю, честно. Но, знаете, я вот как-то в свое время не переболел юношеским максимализмом. Наверное, это какая-то болезнь. Я вообще искренне уверен, что заниматься какой-то общественной деятельностью социально полезной могут только некие девианты. Ну, то есть любое отклонение от нормы – это патология, это не норма. Ну, это логично абсолютно. Так вот, меня вряд ли можно задать нормальным человеком, потому что я трачу очень много времени на деятельность, которая фактически поновестна какие-то просто имиджи вы мне, да, бонусы и все. Да, я максималист, я хочу жить в другом немножко мире, немножко в другой стране. И ты веришь в то, что ты можешь прогнуть этот мир под себя? А давайте посмотрим, могу я его прогнуть или не могу. А сколько тебе времени нужно, чтобы посмотреть? Ну, смотри, за два года, получается, вы как считаете, есть какие-то результаты деятельности проекта? Вот у меня тебя хочется об этом спросить. Вот, кстати, я что-то абсолютно отвлеклась от вопросов наших читателей. Я не могу об этом судить, потому что я не хожу по Петровке и не смотрю, кто где паркуется. Понимаешь, у меня немножко другой кругозор, и я не вожу машину. Поэтому ты мне расскажи, что за два года изменилось. Я могу сказать, допустим, несмотря на то, что у меня там две тысячи непрочитных сообщений ВКонтакте, я всячески пытаюсь с этим бороться. Порой, когда я захожу и начинаю разгребать, мне пишут люди разные, из разных городов, которые мне говорят о том, что, знаете, у вас здесь нет, но идея сама по себе работает. Потому что, когда ты посмотрел одно видео, второе, третье, пятое, у меня начинается некое отторжение, не хочешь себя вести как хам, потому что не хочешь выглядеть идиотом. Ты хочешь тоже, да, там, есть в этом какой-то воспитательный момент. Все-таки моя педагогическая сущность дает о себе знать даже в видео. Да, мы все-таки стараемся сделать так, чтобы видео вызывало негативные эмоции по отношению к хамству, по отношению к тем людям, которые вставят свою машину негативно. Чтобы это было вот как вот взял руку в кипяток, да, или за электричество, чтобы больше не возникало желания вот так вот делать. Посмотрел 50 видео на нашем канале и понимаешь, так себя вести не стоит. Это дает свои плоды. Потому что с июля месяца у нас изменилось законодательство, и теперь 3 тысячи рублей штраф за парковку. Но мы же тоже имеем к этому отношение, и я более чем уверен. Если бы мы не делали эти видео, не привлекали внимания, не создавали информационные поводы, если бы в трендах не было обсуждения парковочной ситуации в Москве, то никто бы не почесался в Мосгордуме и в правительстве. Я уверен, что это в принципе есть доля твоего вклада, да? Я уверен, что в этом есть. Уверен. Потому что, как показывает практика, если не чесать снизу, да, вот чиновников не стучаться к нему в дверку, с разных путей, снизу, сбоку, сверху, не теребить их, они не пошевелятся. Никаким образом вообще. А зачем им это? Дима, я позволю, потому что у нас буквально 10 минут осталось. Вопросы от наших читателей. Вот касаемо результативности того, что ты делаешь. Очень длинное послание. В интернете есть замечательный проект «Пробок нет», который борется с пробкой непосредством высоких лозунгов, наклеек и выкладыванием видео в YouTube с помощью законодательства. Результат вы можете посмотреть у них на сайте. Люди реально работают. У меня два вопроса. Ваш проект добился чего-нибудь? И второй, не хотите ли вы объединиться с этими ресурсами и работать вместе? Вы ищете проблемные места, «Пробок нет», пишет официальный запрос и собирает подписи. Глядишь, и хамов станет меньше, ведь вы этого добиваетесь. Что… Наташа, давайте прямо по порядку. Во-первых, «Пробок нет». Это проект Саши Шумского. Саша Шумский, мой хороший знакомый, да, Вишней. И мы с ним движемся абсолютно параллельными курсами, просто решаем разные… Ну, то есть одни и те же задачи разными способами. Я привлекаю внимание к этой проблеме гораздо больше, чем Саша Шумский. Ну, вот так получается… Да, у тебя 160 тысяч, а у него нас уже 4 тысячи сколько? Да, да, у нас уже 4 600. Нужно понимать, что… Мы говорим, мы одни и те же задачи решаем. Просто у Саши действительно много интересных тем, которые… Да, вот он берет какие-то проблемные места, узлы, все несоответствия и преподносит их там правительству. Но нужно понимать, что даже это не всегда помогает, потому что о каких-то вещах он говорит, договаривается, в том числе и с Путиным, и это не выполняется, потому что потом это спускается на тормозах ниже. А я продолжаю долбиться в эту дверь с усилием робота, но вот в эту стену головой пока не прошибаю, потому что иначе не работает. И у нас, допустим, с Сашей Шумским, между прочим, есть там совместное обращение, видеообращение к автомобилистам, когда мы с ним предлагаем людям проголосовать за отмену доверенности на автомобиль. Это есть в интернете, сейчас идет голосование, и это наш с ним совместный проект, наше совместное послание, его инициатива, которую мы поддержали с удовольствием и всячески помогаем его, эту инициативу продвинуть. Потому что мы тоже прекрасно понимаем, что есть несуразности, которые нужно решать. Просто он идет одним путем, я иду другим путем. Дим, ну я захожу к нему на сайт, и мне все предельно понятно, понимаешь, где и чего добились. Опять же, можно сказать, ты не автомобилист, сиди и молчи, да? Ну вот просто, да, чисто теоретически мне понятно. А вот оценить объем твоей работы, несмотря на то, что ты очень сейчас долго об этом рассказывал, и скажешь, что да, мы внесли вклад в то, что сейчас за неправильную парковку на штрафы повысились. А как можно? Так вот, объясни мне, вот мне бы хотелось видеть конкретный результат твоей работы. Ты в одном из интервью с вами сказал, что я еще лет у Минаева ты был, лет пять ты сказал. Я не знаю, почему ты взяла лет пять, вот я сказала, еще поработаю, к чем, откуда взялась эта цифра? То есть ты решил, что за пять лет так вот такими темпами ты... Изменится. Я объясню, почему. Давайте смотреть на вещи, да, здраво. Сейчас уже ввели штрафы, которые демотивируют людей на то, чтобы приезжать в центр города. Сейчас нас, как совместно с Сашей Шумским, да, и меня, и еще каких-то моих коллег приглашают и в Мосгордуму, и в Департамент транспорта, как общественников для обсуждения тех законопроектов, которые они обсуждают. Потому что у тебя такая цель была, просто в Мосгордуму попасть. В Мосгордуму попасть, это не может быть основной целью. Основной целью все-таки должна быть изменение ситуации на дорогах и в Москве в какой-то взятой сфере конкретной. А механизмы реализации, будет это через Мосгордуму, через Департамент транспорта, уже не имеет значения, для меня, по крайней мере, лично. И когда мы обсуждаем, мы сейчас там выходим на то, что многие улицы Москвы станут платными в целом для парковки через какое-то время. Центр города закроют для парковки, для бесплатной. И люди перестанут приезжать в таком количестве сюда. И это тоже будет большой частью, большой частью будет и наша заслуга, потому что мы к этому подводим власти и стимулируем их работу. Как можно ее оценить? Давайте оценим по-другому. Если бы нашей деятельности не было, не было бы нас, не было бы Шумского, мы пришли к этому, но не через два года, а через десять или через шесть. И тогда бы это было тысячи потерянных часов, куча нервов, всего остального, и посчитать эффект экономический было бы достаточно сложно. Саша какими-то формулами своими пытается подсчитать экономический эффект от экономленных часов, от построенных светофоров. Нет, он просто пишет, что здесь была проведена такая работа. Было так, стало так. Здесь сделано, да, здесь там не сделано. Мы взяли и освободили на две недели полностью парковку УТЦ Европейский, и там на этом участке пути не было пробки в течение месяца. На целых две недели. На целых две недели, да. Ты понимаешь, что это две недели. Да что такое две недели в мегаполисе? Ну, достаточно много, давайте посчитаем. Если сосчитать с экономленными... Все, давай не будем считать. На самом деле, я поняла твою убежденность в том, что вы делаете всем хорошо. Еще один момент. Вопрос у нас есть от читателя, очень длинный. Опять же, ничем не подкреплю, да, никаким видео, поэтому я не знаю, ты можешь, конечно, просто сказать, что это выдумка больного воображения. Готовься, очень длинная. Хочется поделиться своим личным наблюдением за действиями ваших представителей. Июнь, парк Горького, набережная под мостом. Под мостом ведется ремонт, все огорожено, небольшой проход оставили для пешеходов. Тротуары становятся бесполезными, потому что в конечном счете упираются в огороженную за ремонт и территорию. И на этом бесполезном тротуаре взгромозились припаркованные автомобили около 30-40. Человек 5-8, наверное, ваших представителей, клеит на лобовое стекло Infiniti знаменитую круглую наклейку и параллельно снимает все на видео. Вопрос в другом. Почему вы не клеите наклейки на все авто? Почему выбираете эту? Infiniti не мешал проезду автомобиля, не мешал проходу пешеходов, так как под мостом ремонт. Ответ, по-моему, очевиден. Это было единственное авто, где рядом был водитель. И так далее, и тому подобное. Эту ситуацию помнишь, не помнишь? Была, не была? В Москве действует порядка 100 человек, которые себя относят к стоп-хаму. За последние три месяца я максимально дистанцировался от ребят, в том плане, что я не вожу их за руку, не говорю, как делать. Стараюсь набрать, чтобы группы развивались самостоятельно. И сейчас действуют там 5-7 отдельных групп, которые действуют, то есть они просто наклейки, инструктаж и пошли. То есть группы, это разные социальные группы, то есть это старшие школьники, это студенты. А зачем? А как ты школьников привлекаешь? Потому что там можно по носу получить. Я их не привлекаю. Ну скажи нет, скажи нет, зачем ты, зачем они тебе нужны? Ну и как только к нам приходят люди, которые несовершеннолетние, мы им сразу говорим, что если вам меньше 16, вы вообще не участвуете в рейде. Если вам старше 16, вы первые два рейда находитесь на тротуаре и наблюдаете, набираете опыт, а потом постепенно они вливаются в коллектив. То есть если человек адекватный, может разговаривать, не стремится к какой-то агрессии, не провокатору и хочет быть полезен, почему нет? Мне кажется, что дальше… Давайте отвечать на вопросы, сейчас просто я боюсь, мы сейчас уйдем на другое обсуждение. Так вот, это вполне могло быть. У парка Горького действительно там сейчас большая проблема, место становится все более и более популярным, людей приезжает много и пройти там порой вообще негде. То, что ребята пошли туда клеить наклейки, я не удивлен, потому что они сами выбирают себе места на свое осмотрение, которые действительно являются проблемными. Кто-то пишет и звонит, говорит, приезжайте сюда, а где-то ребята сами скаутингом занимаются, приезжают, смотрят. То, что они наклеили именно на Infinity, я не знаю, не был в данной ситуации, конкретно судить не могу, на мой взгляд, просто могло не хватить наклеек, либо же действительно только у этой машины был водитель, и они могли подойти, попросить человека перепарковаться, если он не отреагировал, наклеить ему наклейку, потому что водитель был там. Почему бы просто вот стоит ряд машин, они мешают, да, вот тебе мешают там где-то на таганке ехал, да, ты говоришь, еле-еле. Поставил машину, вышел, наклеил всем. Без водителей. Или ты считаешь, что это не так действие? Нет, это есть. Но лучше... А, это есть возможность. То есть это все-таки есть, но вы это не показываете. Почему? А вот кому интересно смотреть, как мы на 150 машин просто клеим наклейки. Просто клеим. Конечно, никому и рейтинги сразу упадут, и стоп-хамы сразу не будет. А все знают, что мы и так это делаем. Хорошо, можем от нарезки показать, но нужно понимать, чтобы видео имело свой эффект и воспитательный, и информационный, оно должно быть в любом случае интересным. И денежные в том числе, правильно? Ну, сетюбы в том числе и деньги получаются, конечно. Но нужно понимать, что чтобы проект жил, он должен быть максимально интересен, так или иначе, помимо того, что он эффективен. Поэтому мы как бы и стараемся балансировать на лезвии ножа. То есть мы, с одной стороны, стараемся быть социально полезными, социально ответственными, то, что мы взяли на себя эту функцию, так или иначе, мы не можем там взять и начать крушить направо-налево или начать хамить в ответ хамом, потому что проект потеряет свою суть. И, с другой стороны, мы не можем потерять в зрелищности, потому что это абсолютно сразу потеря для проекта. Дим, я тебя хочу вернуть вот к той теме, которую ты закрыл тогда, плавно сказал, что мы сейчас с тобой идем в дебри. Вот участие несовершеннолетних. Скорее исключение, чем правило. Скорее исключение, чем правило. А можно как-то это вообще исключить, их появление? А девушки у вас есть? Зачем с вами девушки ходят? Вот твоя жена ходит? Это их интерес. У моей жены трехмесячный ребенок, ей сейчас пока не до этого. Но она... Она могла бы заниматься этим легко. Она чемпион в Москве по кикбоксингу, ей вообще не страшно. Я поняла. В общем, для того, чтобы попасть в стоп-хам, нужно заниматься спортом, быть крепким. Заниматься спортом в любом случае нужно. Еще желательно не пить, не курить, потому что мы там пропагандируем здоровый образ жизни. Но девушки пытаются, придя в проект, в проекте много парней, потому что парней притягивают некий экстрим и социальная полезность. Вот меня и пугает, что, понимаешь, их притягивает некий экстрим. И меня, и меня пугает. Как раз социальная полезность, вот это должно быть на первом месте, а потом социальная... Мы же понимаем, что есть механизмы, которые абсолютно нормальны для подростков. Попытка самореализации. Мужская сущность еще подразумевает, что человеку нужно себя проявлять как, не знаю, как лидера, как самца, как угодно. И для какой-то самореализации вот в этом плане некий экстрим, он в любом случае нужен. И то, что люди приходят в поисках экстрима, а потом станут социально полезными, это нормально, я их адаптирую. Было бы хуже, если было по-другому. Понимаешь, когда люди приходят заниматься социальной полезной деятельностью, а ты их кидаешь в экстрим и так далее. А здесь у людей всплеск гормонов, люди пытаются найти экстрима. А мы говорим, окей, у тебя может быть, что ты получишь по лицу, но, скорее всего, лучше этого не допускать. И в целом, если такая ситуация случается, то лучше не получать по лицу, а наоборот, как бы, да, вот отойти от ситуации. И ты показываешь ему ситуацию с другой стороны, как можно быть, и как можно в этой ситуации, там, не знаю, помочь, наоборот, погасить конфликт. И это же тоже воспитательная деятельность. То есть так люди могут пойти в какие-то фанатские группировки и реально друг другу морду разбивать. А так они приходят, разгрыжают улицы. А так они могут тоже разбивать друг другу морду и на ютюбе это все покажет. Но у нас не так много дар. Инструктаж, Дим, инструктаж. Время, я не знаю, просто как-то с катастрофической скоростью летит. И я абсолютно уже абстрагирую все это вопросов. Инструктаж, который ты даешь ребятам. Ты говоришь, вот, если тебе дают в лицо, какая должна быть реакция? Ты говоришь, если тебе дают в лицо, в ответ давай. Вот как? Если тебе дают в лицо, я объясню очень просто. Мы не стремимся к конфликту, но если, а, есть реально удар, то есть если тебя реально ударили, ты должен адекватно, ты имеешь право адекватно отвечать. Если не хочешь конфликта, ты можешь его гасить. Но если тебя ударили один раз, не нужно бить там 15 раз в голову человеку. Достаточно, что если ты ударишь его один раз, чтобы погасить его агрессию. И столько раз уже мы увидели, что человеку достаточно порой одного удара, чтобы он сразу понял, что дальше конфликт развивать не имеет смысла. Потому что говорить, что если тебя ударили один раз, подставить другую щеку, ну, как бы мы не православные просвещенцы, которые ходят всех и наставляют на путь истинный. Мы добро... Вот это немножко и пугает, осторожно, что агрессия. По нашему добро должно быть с кулаками. Мы не стремимся к агрессии, но при этом, если меня бьют, я имею право отвечать. Это мое искреннее убеждение. Ну, так же, как водитель имеет право, когда ты ему наклеила наклейку, выйти и дать тебе по голове. Ну, давайте. По сути дела, у всех свои права. Дима, давай не будем в это углубляться. Скажи мне, тебе было когда-нибудь страшно? Вот просто страшно, потому что когда я смотрела видео, которое было возле Киевского вокзала, мне реально было страшно. Я тогда вообще ничего не знала про ваш проект. Я познакомилась с вашим проектом после этого видео. Мне было страшно за вас. Мне было просто... Даже от слов, которые слышишь. Тебе самому было как-нибудь страшно? Когда-нибудь, когда-нибудь, наверное, было. Но, наверное, не на проекте. На проекте только поначалу, потом чувство страха уходит, немножко атрофируется. И если было бы страшно, если Балков боится, в лес не ходить. Со ступхам та же аналогия. Наверное, но страх в этом случае скорее минус, чем плюс. Поэтому у меня давно именно в плане проекта атрофировался. Жене твое не страшно, когда ты говоришь, я пошел. Она привыкла. Последний вопрос от читателя из Москвы. Дмитрий, ваш проект похож на сериал. Смотрите сами на YouTube. 51 видео, 140 тысяч подписчиков, 56 миллионов просмотров. Одно видео больше 1 миллиона просмотров. Вы неплохой бизнесмен. Впечатляет злободневный проект. Чем займетесь после того, как рейтинги упадут и всем надоест ваш сериал? Есть наработки новых проектов или нет? Есть наработки нового проекта. Я сейчас им занимаюсь. И он будет не менее злободневным. Он будет, наверное, тоже достаточно жестким в формате стоп-хам, но при этом гораздо шире по своей аудитории и по тем вопросам, которые мы будем поднимать. Могу сказать только рабочее название проекта и то, что он будет реально интересным и не менее сериалистым, чем стоп-хам. Но он немножко в другом формате. Рабочее название проекта. Интернет-ТВ. За всю хурму. Мнение ни о чем не сказал, друзья. Не знаю, если вам о чем-то сказал, пишите свои предположения. Дим, а какие-то хотелось бы от тебя услышать пожелания, не знаю, наставления? Любите друг друга. Не, на самом деле я всегда заканчиваю примерно одинаковыми словами, чтобы, на мой взгляд, чтобы в Москве какая-то ситуация изменилась, в целом в стране может быть, все было бы здорово, если бы люди начали уважительно относиться к окружающим, начали себя в каких-то вопросах, в любых абсолютно. Вопросы-то парковки, либо просто общение с другими людьми. Как только ты начинаешь уважительно кому-то относиться, ты имеешь право рассчитывать на адекватную реакцию в ответ. Как только ты начинаешь забывать об окружающих и ставить себя выше, чем все остальные, ну, наверное, окружающий мир ответит тебе тем же. Я думаю, что, наверное, так. Не стоит быть безразличным и в то же время давайте быть адекватными и хотя бы отчасти справедливыми. Неоднозначно ты персонаж, хочу я тебе вот что сказать. Спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам в гости. Спасибо, Наша, за персонажа. А, неправильно слово подобрала? Да нет, почему? Понимаешь, я тебя сегодня как только не называла и Робин Гудом, и персонажем. У меня самые такие разные ассоциации с тобой абсолютно. Мне двоякие чувства ты вызываешь. С одной стороны, мне сильно импонирует то, что ты делаешь, с другой стороны, то количество агрессии, которое я вижу, меня настораживает. Но мы на этом закроем тему. Ты, естественно, не похож. Друзья, я вам напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Чугунов, очень интересный собеседник. Будем ждать его нового проекта. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!